Сам Спиридон, я так понимаю, не поднимает участие. Здравствуйте! Мы на сайте ресторана чудабельска.рф Меня зовут Анна Штиндик. У нас в гостях Игорь Петров и его частная пивоварка Спиридона. Внимание! Лайкхак для тех, кто торгует пивом. С этим устройством вы зарабатываете больше. Увеличивая объема продаж. Этот федератор сделали в торговом терминале Урала. Он не просто охлаждает ваши деньги, он еще экономит ваши деньги. Позвоните и узнаете подробность. Правильно сказал название? Или что-то новенькое? Да, все правильно. То есть нового не ожидать? Возможно, никто ничего не может сказать на сегодняшний момент. Но частная пивоварка Спиридона это то предприятие, в котором я принимаю сейчас участие. В частности, в его управлении и развитии. И развитии, да? Сам Спиридонов, так понимаю, не принимает участие? Принимает. Принимает. Безусловное участие. Но вы... Даже именем и всем остальным, конечно. Ага, хорошо. Назовите три марки челябинского производства. Куда мало пива варим лучше, по вашему мнению? Я не буду говорить лучше. Ну... Я на это... Во-первых, на самом деле, это вкусовое... Вот о тебе поделимся. По вашему. Точно. Значит, у меня по этому поводу нет мнения. Я буду нескорбную, но мое пиво лучше. Хорошо. Нормально? Номер один. И больше нет другого пива. То есть нет конкуренции. Я вообще не краснею по этому поводу. Нет, это здорово, да. Но вопрос-то в другом. Что мы-то делали... Традицию. Больше классику. Да. Большая часть пивоварин экспериментируете совершенно нормально. Я не могу сравнивать вкусы. Но я могу сказать то, что звучит на имени, как мне кажется, сочетая здесь несколько вещей. Первое, это узнаваемость. Из многих параметров сложенная. Второе, это некие доверие к бренду. Мое личное. Вот. И, наверное, личностные характеристики тех людей, кто там работает. По этим трем критериям я могу назвать три пивоварни, как вы сказали, которые я бы выделил. Так. Да. Кроме своей. Я выделю Илью Ротенберга. Угу. И не буду ранжировать, да. Как это ни странно, по вот тому, что мне нравится, может быть, мало об этом знают, но мне нравится Good Company. Я всего лишь три сорта их пробовал, но я могу с уверенностью сказать, что порекомендую кому-то, кто скажет, что мне нужно купить традиционный лагерь. Я скажу, ребята, вот это можно, точно, и уверен в этом. То есть Good Company, да. Ну и... Все. Все. Я их знаю много, но говорить нужно о том, что ты знаешь. А я имею в виду о продукте. К сожалению, другие продукты, пробуя, я их не запоминал. Так получилось. Но много пивоваров знаю, конечно. Ну да, естественно. Я знаю и там, и о Мелевоте, и о Бурдершафте, естественно. Я знаю и о Максимилинсе, и о Смоленских пивоварах. То есть это все и Капичанах. Это все классно. Но, как я могу не говорить, если я... Вы не пробовали. Пробовал, но настолько в таком... Так давно и с таким... Может, просто не запомнилось? Наверное, не запомнилось, вы знаете. И еще не забудьте о моем вкусе. Я практически традиционщик. Я выбираю традиционные сорта пива, да. Поэтому я там на них и обращаю внимание. И когда я беру, я сравниваю с чем-то, в том числе и со своим. И мне вот так удобно мыслить. У меня мысли другие. А если говорить о том, что кто вообще классно работает, то есть кто на виду, кто здорово продвигает свой бренд. Ну вот, крафтовики практически все, да. Вот то, что у нас где-то в Озерске делают хорошее пиво. Каштыми делают хорошее пиво. Трехгорки делают. Вполне, очень даже хорошее пиво. Но оно не в моем вкусе. Поэтому... А крафтовая пивоварня может себя считать крафтовой, если они не варят фруктовое пиво? Может. Может? Ну это же личная идея. Да, да, да. Естественно, я только ваше мнение спрашиваю. Конечно. Вот наша редакция считает, что фруктовое пиво это как борщ со сгущенкой, да, вместо сметаны сгущенку положили. Ну, есть же сангрия, есть компот, есть там еще что-то. Зачем фруктовое пиво? Почему? Вы варите фруктовое пиво? Ну, мы делали эксперименты с пивом, которое называлось вишневым. Закончили эксперименты. Почему? Ну, у него очень узкая категория, да, она есть. Это те люди, которые говорят, хотим сладенького пива. Но так как... Две категории, да, первая, на нем не заработать деньги, простите, наверное, а вторая, и самое важное, мы не хотим его варить, потому что считаем, что это... Больше со сгущенкой. А вы назовите так. Да, да. Если говорить... Вы считаете так? Как бы вы его назвали, вот если не фруктовое пиво, как бы вы? Я бы назвал его пиво, просто пиво. Ну, вопрос... Или пивной напиток. Пивной напиток. Но вопрос о другом. Это личное мое мнение. Я только с вами, да, только ваше мнение. Вот что скажешь. Вот мне захотели его варить, но не захотели его варить. Хотя есть контингент, наверное, который... Ну, с моей точки зрения, можно найти в городе несколько десятков, даже тысяч человек, а может быть, хорошо, даже тысячу, на которые варите это пиво. Ну, мы как-то такие лентяи сказали, нет, мы будем традиционные. Вот 3-4 сорта нашего традиционного пива, мы за них... Ух! А в Челябинске пиво из малых пивоварен лучше покупать в банке или в стекле? Ваше мнение. Из малых пивоварен в банке практически никто не делает. Банка... А, уточни, банка это стеклянная банка, либо это жестяная. Жестяная, жестяная банка. Но у нас практически никто не делает из малых пивоварен в Челябинске. А строите? Практически. А, практически. Правильно? То есть, это исключение из правил. Что мы выберем, банк или стекло? По вашему мнению, что лучше, что... Мое мнение, что и то, и то хорошо. Я экспериментирую, иногда покупаю чужое пиво, да, и смотрю вкусовые характеристики. Опять-таки, есть традиционная история, что кто-то когда-то, какие-то корпорации, скорее всего, да, замутили интересную историю по поводу того, что в банке это круто. Круто? Чем круто? Удобно. Мало весит. Положил в багажник, быстро охлаждение, все что угодно. И даже говорили о теме экологичности. Это ж круто. И вообще, зачем чего там? Это ж за переработка. Я просто говорю о том, что была такая тема, здорово она своя джила, потом все сказали, банки это не есть гуд. Почему? Что там, пиво окисляется? Придумывали столько историй, но в результате, мне кажется, потребитель голосует кошельком, и раз они покупают и то, и другое, значит, это имеет место быть, и это хорошо. И то, и другое, да. Абсолютно. В принципе, да. Если вы хотите 100% быть уверенным в том, что употребить живой продукт, либо его попробовать, оттестировать, да, ну, конечно, вам стоит быть ближе к производителям. Соответственно, та тара, которую они предлагают внутри завода, либо рядом с заводом, либо авторизованной, вы ее выбираете, какая бы она ни была. Они отвечают своей головой качеством. А крафтовое пиво что это? Складка – это квинсистенция, материальная составляющая бизнеса. Спросить в торговый криминал «Урал», как из квадратного метра вклада превратить в кубички, или как организовать разноплановые задачи. И они, что будут, привезут и установят стелажные системы для хранения грузов любого размера. Ну, что это для вас крафтовое пиво? Для меня это просто продукт, который произвела некая пивоварня по собственному рецепту. Все. А чем отличить от производства крафта, да, или частная маленькая пивоварня? Да ничем, это одно и то же. Это одно и то же. Конечно. Я притяживаюсь принципов американских. А если вы не брали американские принципы, а если все-таки прийти к нашим отродному к России? А их нет. Мы только начали варить пиво. Вот в России только начали варить пиво, небольшие пивоварни. Это начало. Это начало. Но есть же большие уже пивоварни. Да. И в основном у них международные. Вот. У нас, если не ошибаюсь, 90 с лишним процентов это все международные корпорации. И они варят по своим лицам. В Челябинске представители крафта ваша пивоварня яркая или обычная? Я думаю, что те представители крафтового пива, кое-что так называют и чувствуют, как в производстве, так с моей точки зрения и самое главное в позиционировании, потому что между этим есть большая с моей точки зрения разница, вряд ли они нас замечают. Объясню почему. Мне так кажется, что мы выбрали такую стратегию, которая для крафтовиков, ну по сути дела, да, если вот в этом смысле слова, сейчас я расскажу свое представление о том, что такое крафт в России. Мы выбрали стратегию варки традиционных сортов пива. Традиционные те, которые в любом журнале есть классификация пива, соответственно, есть традиционные сорта. Вот это мы, можно так сказать. Классика жанра. Классика жанра. В этом направлении мы и развиваемся. Что касается крафта в России, это очень интересная, перспективная, безусловно, перспективная тема. С моей точки зрения, она будет иметь глобальное развитие в ближайшее время. В случае, если ничего не случится странного в нашей стране. Я сейчас говорю прежде всего только о тех законотворческих проектах и мыслях нашего правительства о том, как бы все это дело приструнить. Понятно. Ну, то есть, назовем это так, сбалансировать, да? Потом, если надо будет, вы это можете вырезать, если это неинтересно. Так вот, этот вот некий баланс между крафтовым и традиционным, да, у нас почему-то так не соблюдается, да? Крафтовое это хорошо, традиционное, ну, оно вроде бы как принадлежит, а традиционное принадлежит, если так вот общо, крупным пивоваренным, пивоваренным комплексом, да? А крафтовое это поменьше. Я думаю, что в традиционном смысле слова для обывателя это так и есть. Так. И, исходя из того, от этого представления, да, люди и думают, вот то, что варит Балтика, то, что варит Василиостровская пивоварня, еще какие-то пивоварни, их достаточно много. Это? Это как раз традиция, а крафт это маленькие пивоварни, которые делают что-то эксклюзивное, экспериментируют, дают публике попробовать или любителям пива нечто особенное. Угу. В целом, это должно быть, наверное, правильно в целом, в целом, потому что мы только начинаем. И на первом этапе так всегда и происходит. Революция в крафтовом пивоварни, произошла еще в Америке. И они являются законодателями мод в этом. Вот там как раз и произошла вся эта эволюция крафтового пива началась с того, что люди хотели варить что-то новое, что-то искали новых вкусов. И таких заводов крафтовых, я не знаю, сколько сейчас точно, ну, например, да, просто это вот такая вот глобальная цифра. Например, там, крафтовиков в Америке условно, сейчас я не помню точную цифру, не готов, там, около 30%, может быть, 20-30, давайте возьмем вот там, 20-30% всего объема пивоварения в Америке, а в России это, грубо говоря, 1%. Ну, вот, то есть, есть куда расти, есть что пробовать, есть чему учиться. Да. Мы находимся все-таки, ну, в американском смысле слова, именно в том... Нет, мы в России, мы берем Россию. Обращай на это внимание по одной просто причине, что вот существует вещь, которая 100% придет к чему-то одному, да, эволюция все равно идет к чему-то одному. Так вот, там крафтом называют все маленькие пивоварни, которые стремятся варить свое пиво, имеют свое ореолу обитания, плюс к этому, они их любят вот здесь, где-то какие-то побольше распространяются, ценят только за то, что они варят свои рецепты, они обязательно добавляют там не сильно авторское, сильно охмеленные напитки, с добавлением каких-нибудь вкусов, на вишневые косточки и прочие-прочие вещи. не в этом смысл. Крафтовое пиво это авторское пиво маленьких пивоварен. В этом смысле мы крафтовое пиво, но в традиционном сегодня российском понимании мы вот такие традиционные пивоварен. для меня сейчас так. Мое представление о крафте, да, мы крафтовое пивоварня, потому что варим авторское пиво. И вряд ли кто-то может его повторить. Хотя в традициях, если любой человек зайдет на сайте традиционных пивоварен, как оно варится, он попробует это сделать. Но вряд ли это получится так же, как у нас. Здесь начинается компания Торговый семинар Урал. Она ведет поставки торгового оборудования и оборудования для общепитов от всей страны. А значит, как и Россия, нигде не заканчивается. Вы же пробуете другие сорта, другие конкурентов сорта. Пробуете же? А как не справляться-то с алкоголизмом после того, как напробуешься? Нет. Слово пробовать тут вообще чаще всего это, знаете, как выглядит. С какой-то периодичностью возникает необходимость понять, что происходит. В частном пивоварении в Челябинске достаточно быстро было можно оценить, приехав на одну пивоварную, вторую, третью, четвертую или к официальным представителям забрать какие-то кусочки пива. Мы обсуждаем, как правило, я купил что-то, попробовал, это несколько глотков. Остальное привез пивовару, они тоже попробовали, сказали, так-то-так-то. Я могу пить там и два стакана пива. Сортах в общей сложности это ничего, два стакана пива. Но для пробок достаточно, в принципе, бокала 0,33 для того, чтобы понять, не надо быть, не надо никуда несколько сортов попробовать, а это уже несколько сортов одновременно редко пробуется. Как правило, два это максимум. И все. Ну, перебить вкус можно легко. Дегустаторы поступают по-другому, получат рот, делают какие-то вещи. Мы в другом состоянии и в другом уровне дегустации находимся. Нам достаточно три категории как оно выглядит, какой у него запах, какой послевкусие, еще что-то там, наполнение вкуса, да, на небе, как это потом. Послевкусие, как правило, ну, это баланс вкуса, да. Не знаю, что такое баланс вкуса, честно скажу, не могу тебе сказать, что такое баланс вкуса, но, по-моему, вот эти все вот несколько характеристик, они дают достаточно полное представление о том, что происходит. Часто средства массовой информации говорят о законе рекламе, что нельзя использовать слово пиво, да, но, опять же, мы же слышим в рекламе, фильмах, в детских мультиках, да, слово эль. По сути, это одно и то же. Пиво и эль, это же... Мельцебракер? Ну да, хмельной напиток, и... Кто здесь главный враг российского пива, кто все-таки строит козни? Хороший вопрос. Да. Поставили в тупик. Кто строит козни? Да. Сами? Мы? Мы сами. Ну, конечно. Мы же занимаем такую позицию достаточно аморфную, да, когда там кто-то что-то диктует, какие-то условия. Ну, например, не выходим на улицу, да, не говорим, не махаем флагами, не говорим, не лезьте в наши дела или там давайте либерализовать какую-то историю. Но с моей точки зрения все это... То есть это не ГСДП США, да, все-таки нет? А кто это? Мы с ними и живем, я их не знаю. Не, нет. Я думаю, что все вот постепенно и поступенно будет развиваться и, соответственно, все то, что что-то мешает, оно будет отмирать. Вопрос, какими способами и в какое время. вот самое важное, да, никто никому ничего не мешает. Когда-то кто-то пролоббировал интересы одних корпораций, потом других корпораций. Госдума, в принципе, это лоббирование интересов крупного бизнеса. Ну, это все знают. Почему, может быть, для кого-то это является новостью, ну, я еще раз скажу, нет, так и есть. А как вот в рекламе назваться, чтобы было все по правилам? Не знаю, мы об этом долго думаем. Но вы, вот к чему вы сейчас пришли? Ну, у нас было название, например, в баре когда-то, который мы организовывали, да, бар 3-14. Если смотреть на него как число пи, то можно добавить ему во, и будет пи во. 3-14, да, во. Но эта история практически закрылась. Я к тому, что каждый, наверное, из тех людей, которые думают о своей рекламе, прежде всего, выдумывают некую историю, да, либо образ, либо словосочетание, либо пенная, либо еще что-то такое. Ну, примерок на улице масса. Масса. Вы еще пока ни на чем не остановились, да, какое-то вот свое такое. Во мне болится традиционный гнев по поводу того, что я не могу использовать пиво в рекламе, слово, да, и некий вот пойти ли по этому пути? Так. Извернуться, что-то придумать, обмануть кого-то. Не хочу никого обманывать. Ну, вот есть традиционный, ну, пусть называется это бар, пусть называется это пиво, пусть называется завод. В результате о заводе, ну, наверное, будет говорить всегда только имя. Ну, если спиридонов кому-то известно, например, десятки тысяч знают, что такое пивоварня спиридонов. Все знают, что ассоциация четко и понятна. Это пиво. Субтитры сделал DimaTorzok